В отношении и дальше уже по возможности эту границу, как говорится, и держать, и не расширять. Я так это вижу, теоретически. А вот на практике всегда часто требуется какое-то лидеральное решение. Может быть, в зависимости от состояния человека, может быть, в зависимости от того, что он есть признаки обращения к слову Божию или нет. Может быть, в зависимости от его конкретной ситуации. Может быть, он так, да, человек еще и совершенно неверующий, но он, допустим, реально нуждается в пище питье, а не в курии. Как такие мысли лезут в голову? Пище питье – это уже, да. Тут враг Голден должен, враг накорми его. Здесь это не касается. Да, конечно. Содержание родителей, если они нуждаются, оно не отменяется при этом. Да, даже в церковных канонах на месте граница. Он, конечно, поблуждается. А когда он там уже в своей похоти, там, на погибли, то уже в другом огне. Да, вот я закончил мысль. Но по поводу затыкающейся семьи языческой, в принципе, соглашусь. Ну, скорее, это даже ближе к веку третьему, оно уже стало по поводу затыхаться. Но тут все-таки контекст был больше буддийский, на самом деле, чем языческий именно. Но тут даже дело не в том, затыхалась она или нет, а дело в том, что когда тебе говорят возненавидцы близких и родных, в том контексте это было, ну, по большому счету, против себя самого конкретно. Тут так в толковании он говорил, как самоубийство. Да, да, да. То есть, по большому счету, возненавидцы, там, мать, отцу и так далее, это возможно в том случае, если полностью отвергнуться себя. Если этого нет, то это будет что-то неожиданно. Я могу подобрать, извините, это слово сейчас возьму. Я говорю так, что есть такой термин, юридический термин, синалагма, то есть, взаимосвязь между одним и вторым. Тот же самый Бог, который дал заповедь, шти отца и мать, да, вот это, ну, и так далее, пятый заповедь. И в Новом Завете слова применения спасителя, какого возненавидителя, это баланс. Одно другому не противоречит. Баланс. И поиск баланса вот этого, он нужен в каждом конкретном случае индивидуально. Нам любим, все равно родители биологических, мы все равно должны, мы все равно несем за них ответственность, если мы там социально зрелые, или там, допустим, духовно зрелые, они еще не пришли к вере. Но если нас утягивают, именно через бред, через образ жизни, через образ намерения, мышления, этому способствуют, там, соблазны, вот тогда уже в рамок этого баланса вступает вот этот маятник того, что, значит, они препятствуют спасению. А общее правило все равно остается, общее правило остается почитать, почитать старших возрастов, даже в поиск японского есть, даже не верующих старших возрастов, но более опытных. Я это вижу через призму баланса. Вот это, как бы, не то, что чисто автоматически, механически рвать по-живому. Нет, сначала уещевать, сначала пытаться обратить, сначала пытаться образумить. Но если уже совсем никак, или, допустим, критически опасно, тогда уже в рамках этого баланса взаимоотношений применяется уже другая заповедь. Я могу успокоить, все это было в Ветхом Завете. Там же тоже говорилось, вплоть до убийства даже, то есть, если он тебя отклоняет чужому богу, что надо сделать? Поверьте ко мне. Да, то есть, это все, просто, Господь-то нового-то ничего не будет, он просто высшая ступень поднимает. Высшая ступень поднимает, да, Владимир тоже бог дал заповедь почитать, и это же заповедь не отменена, это же не обладает заповедь. Это и есть почтение будет, в данном случае, к отцу и матери. Есть почтение, да. Потому что ты их не оставляешь, ты их в погибели не даешь им заснуть. Я, например, когда уверовал, своих родных и близких я два года увещевал по возможности. То есть, когда приезжал, общался с ними, встречался, дальше раз я не тронулся, и Господь мне указал, что я должен быть здесь находиться. Все, мне пришлось сюда переехать. Пришлось со всеми прощаться, объяснять причину своего уезда, и потом я сказал, что раз вы к Богу не тянетесь, у меня вообще, ну как сказать, желание-то, надо поговорить о Боге, а вы не хотите, то есть во всем все это только плотское. А когда слово не действует, тогда честно пример действует? Именно через пример. А пример доходит до человека очень далеко. Например, Виктор Савченко, когда уверовал, за своих родных молился, у него только через где-то лет, через 10 только сестра уверовала. Потом только через сколько-то лет пришли родители к вере. То есть, это надо терпением уже проявлять. То есть, терпишь, молишь их просто, и все за своих родных и близких. У меня точно даже вот сестра, только вот недавно, год назад уверовала. А до этого тоже жила мирской жизнью. Я сейчас на память не помню, прошу прощения, не помню. Просто дело данное, давно читал. Но, по-моему, там есть специальные требования, чтобы стать священником, надо все-таки в идеале обратить... Надо, чтобы близкие были верующие. Ну, как бы, если... А то средние, по-моему. Ну, канон, такого, по-моему, не нужно. Ну, это есть требования просто. Да, канон такого нет, по-моему. Как епископа поставляют. У тебя должна быть семья подходящая, там, священники или епископ, да. К Тимофею или где он присоединился? К Тимофею, по-моему. Слово епископ, он, по-моему, имеет епископное значение. Там блюститель, старец, по-моему, и значение собственное, что это... Там епископ и пресвитер в этом... Это как? В тексте, в одном. В одном оно и то, и другое. Тогда эти термины, они... Презвало пресвитеров у Ефеста. Как он может управлять Домом Божиим, когда у него своя семья, там, вроде бы... Бардак. А так сейчас есть, да, есть такое требование. Но это не исполняется, естественно. Дело-то в том, что если ты, допустим, максимум все делаешь, чтобы твои близкие обратились, они не обращаются. Неужели это и является препятствием к совещанству? Нет, ну там должно быть, что... Там вот так не может быть, что вообще все неверующие оказываются. Вот, к примеру. Сто процентов, да? Ну да, тот это должен. Чтоб не было порицания от внешних, то есть ты еще уже даже в той жизни должен был себя как-то вести. Ну, или когда ты верующий, чтоб тебя не было порицания. Я делаю... Ну, порицание, да, и порицание, да, имеется в виду такого... Свидетельство, чтобы не верующий... На работе ты себя вел как подобающий христианин. Чтоб они не знали, да, что ты опаздываешься на работу. То есть, ни дебоширы, ни тунеялец какой-то, ни пьяница. Да, но постовый полиция, не постовый, а нет, как попал. Потому что... И не христианин. Открытие бесспожное, это плюс. Да, не антихристианское полиция, непонятно, антихристианское. Умеется в виду, может быть бытовое, живое. Когда говорится, от внешнего, да, если идет там, то, что у тебя недостойно, чтобы поведения не было. Да. Да, то есть, чтобы не было потом, это говорится, уколов. Вот, допустим, я вот живу, иногда ко мне соседи обращаются. То есть, по бытовому, не по такому. Я должен им помочь, все это, ну, успокоить их, и так далее. Не отказать, не сказать, там, фу, вы неверующие, идите отсюда, например. Угу. Ну, вот здесь еще, почему он говорит, возненавидеть, да, это все-таки речь о том, не то, что даже, как ты должен работать над своими родителями, да, а о том, что это, о том человеке, непосредственно, кто идет за Христом, если он так привязан, что ему это, что его это удерживает, да, идти за Христом. Вот он должен возненавидеть. У него внутреннее чувство должно быть такое. Вот возненавидеть, это, вот, любой грех, знаете, от греха не отстать, если его не возненавидеть. Да, для этого и гнев дан человеку, мне кажется. То есть ты не сможешь ничего, да, он думает, я не буду вот так, и буду ее работать, там, с ними как-то, они обратятся, а если он не разорвал пуповину, они его обратят обратно. Вот у нас была беседа о любви к Слову Божьему с Сергеем Парализованным. И вот он как раз там этот вопрос поднял, что Андрей Смирягин там, говорит, старается, там, на приходах у священников, да, но, говорит, видно, что старание-то не получается, почему? Потому что, первое, надо разрушить человек и понять то основание, которое у него заложено, понять, что он, можно сказать, неверующий, что нарушается полушерядным изделиям. А потом только чистое Евангелие положить на это, уже разрушено основание. Ну, как у любого из нас происходило, то есть. Но я еще был язычником, когда пришел к вере, понимаете, это неверующий, не язычник, а на верующий. Это у меня в другом моменте. То есть ты не разрушал, у тебя ничего не было просто. Да, да. Ты сразу стал правильно представить основание. Да, 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 в этом я благодарен Богу. То есть православия нет. У нас по-другому не получилось, нам надо полностью было все разрушить, вот эти все представления, и на чистом месте строя. По-другому не так. На этой гнили, на этой... И почему, я думаю, Андрея, не получается, потому что вот именно по этой причине. То есть он как бы старается это, и это. Но он, я бы не сказал, что у него вообще усиление не приходит. Все проходит, Господь действует все равно. Потому что те же священники, которые его волком, в овечьей шпуре называли, сами же обратились к нему за помощью, потому что приходы начали скудеть, народ не идет. Вот, но вообще в нашем селе вообще нету никого, не натрируется никого. А он один служить не может, не хочет. То есть вообще службу не перестал служить. Все давай звать Андрея, чтобы он какой-то проповеденный. Народ немножко потянулся. У него просто уже не было выхода. Да. Как к нему обратиться? Сверхот, они геройские, там, обратили епископу, на епископов там жилые семьи. Жаловили, да? Давай его вызывать на ковер там. Ну он же обречал. Да. Они вместе с Володей Песчиком ездили. Володя Песчик, когда приехал, он говорит, что-то был недоволен Андреем, чтобы вроде как грязковато как-то сепископом разговаривал. А сам к чему пришел тоже сейчас? Вообще его нигде нет. Тоже жалко его. То есть охладел совсем. И его когда вызвали к епископу, ничего не нашли в нем, да? Да почему нашли? О войне, где шла. О войне. То есть роман. То есть книги распространять, и найти их на счет. Не запрещенный. Ну нет, да, я понял, но имею в итоге ты чего. Ну по итогу-то. Ему запретили, добились того, что епископ Евтихий наш, в то время он еще был наш, он написал, что типа я запрещаю Андрею это проповедовать. И они ему эту бумагу раз, вот тебе запретили. Это сильная бумага. Такая бумага. Такая награда ему будет. Дело в том, что он благословение получал от этого епископа на проповедь. А тут его запретили. А тут на запрет, да. Это в храме? Нет, вообще запрещено. А вообще у него нет власти? Да, он нет. Ну он не вышел же. И Андрей на это не пошел, конечно. Он в храме, да, может не поповедать, а так он. Ну да, на территории. Христос что запретил? Не знаю, аудиозапись кто-то слушал Андрея со священниками, там 4-5 священников. Там как раз они эти претензии. Один за него был священник, отец Андрей, который с нами за этим проводил послал Божим. А он говорит, конкретно, а в чем его ересь? Он говорит, еретик вроде как сектант. В чем сектантство? Он говорит, вот против войны. А где Христос? Да, да. То есть... Что-то, как и сказали, ересь, что ли? Сектантство. Сектантство, да. Прямо так и сказали. Но я тебя там послушаю. Минут, 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 есть 4 статуса. 4 статуса. Ересь, раскол, самочинность, борщ и отщепение. Это же в семинарах куча элементарных вещей. Сектантство, сектантство, термин, относится к понятию ереси. Иногда относится к аскетике, к аскетике. Но если это не касается догматики, то ереси здесь нет. Обвинение в ереси, оно тяжелое обвинение. Светы отцы, светы отцы. Светы отцы, что иногда даже подвижники, благочестия, прославленные, по незнаме, по невидиму придерживались какого-то еретического догмата. Но когда они учили в церкви, уставали, соответственно, им это не обменялось, как это фатальное заблуждение. Потому что это было, скажем так, добросовестно. Если, допустим, кого-то обвиняют в ереси, прямое обвинение в ереси и версектантстве, значение того, что вы неправославные христиане, это, как говорится, обвинение очень легко полировать, если нет догматических нарушений. Если есть разномыслие, разномыслие в отношении к войне, или в отношении к аскетике, или в отношении к каким-то там другим вопросам, которые не связаны с догматикой, то, извините, подвиньтесь, как говорится, разномыслие может быть. Здесь есть, брат, они говорят это согласно, вопреки учению церкви. Они не приводят никакие аргументы, то есть и Слово Божие, например, там такая-то забота. Ну, конечно, это тупо, неграмотно духовно, потому что есть в предании церкви целый ряд позиций, как за и против каких-то дискуссионных вопросов. Даже у святых отцов древности есть, да, и у современных толкователей есть, я имею в виду современные, это относительно, там, Феопан-Затворник, допустим, Вышинский есть, и вот это. Но, опять же, сторонники тех любвиных точек зрения, если они не имеют Духа Христового, если они не пытаются докопаться до правильного основания, ну, это уже, как говорится, их проблемы, значит, они не серьезно относятся к спасению, потому что разномыслие, оно допускается. По обрядам вопросов, вот до сих пор, это сколько представителями единоверчества, старообрядчества тоже есть, скажем так, разномыслие, но это допускается. А вот именно по фундаментальным вопросам, по фундаментальным вопросам, если человек говорит, а ты сектант, а ты сектант, ну, покажи, какой я сектант. У этого лжеца Дворкина в брошюрах в начале 2000-х годов, я помню, из 90-х годов, там была такая форма обвинения в сектантстве, как коммерческий путь, ну, когда кто-то к гербалайку привязан. Но здесь Дворкин прав, здесь даже не столько о сектантстве речи, сколько об идолослужении. Это уже пятая консекция, это уже не ересь, не самочинность больше, не раскол, не отщепенец, а этот идолослужитель. Ну да, в этом смысле да, но это опять же не сектантство, это идолослужение. Ничто-то не обладает мною, да, как Павловского сказано, вот это. Поэтому, если эти священники-обвинители духовно неграмотные, они ему говорят, ты сектант, ты там этот еретик, но это легко повидуется, легко отбивается аргументами. Если они предание цель, что это, ну, это их проблема. Это, да, отбивается, если есть суд. А суда-то нет. Суда-то нет. А суд, в смысле того, что суд епископ, он может и не быть, потому что часто суд это проформа на практике современной. Просто человек приносит письменное свидетельство, вот я вам свидетельствовал о том, что Святой Отец какой-то поступал так-то, соборы какие-то были церковные. Правила благочестия такие, опровергайте, опровергайте. Просто, когда, опять же, человек, он может из церковного предания и столкования это подобрать? Да, вот, да, Андрея не хватает. Это один момент. А если он просто не может, ну, когда он может запросить информацию у тех, кто владеет этим объемом знаний? На тот момент у Андрея не хватило знаний в том смысле, что, вот, например, в войне, вот, Игнатий Иванович, там же материал этот, он сильный у него, а я говорю, вы вам любите врагов ваших. Он это к истинно православие не повторил, потому что у него аргументов мало, но он сказал все равно. По Ивановичу, у него не было разогласия. Самый главный, там, Христовый аргумент? Там не только это, там другие причины были. В основном, конечно, это то, что он распространяет книги Игнатий, одна из причин, почему. Ну, так, опуская претензии к учителю, адресу, то есть, еще раз, если вы, как бы, человеку пытаетесь преследовать за то, что он читать книги и распространяет, вы сначала учителя обличите, или, скажем так, дайте мотивированные. Я вот в свое время ролик посмотрел по Игнатию Ивановичу, вот, прошлые годы, там, Кеймеровская епархия хотела там собрать собрание, где-то там, в Акраине хотели собрать собрание, вот, это вот, Богословское. Ну, вот, что-то так собрание они не собрали. Они не могут, они когда по факту начинают разбирать, понимают, что у них разваливается. Начинают разваливаться. Ну, там, нет, там разваливается, там не получается. Это такой на них эффект оказывает, они вроде как всегда, а когда по факту начинаешь разбирать, смотришь, что ты не можешь ничего сказать. Тут еще есть, тут все зависит от твоего, как говорится, на повести, что ли, вот это именно убеждение твердо, ты должен твердо стоять, то, что Господь тебе заповедал, ты должен твердо стоять. А если ты начинаешь, как бы, немножко так склоняться, они это видят и начинают поддавить. Словенка, это твои дают, я. Ну, вопрос, надо сказать, а в чем, допустим, есть разные виды молитвенно-аскетические практики, разные виды, допустим. Некоторые люди, они, ну, скажем так, молиться не пристанут, не понимают полноценно, или, там, не понимают по-монавски, а понимают, как постоянное движение, скажем так, в ограниченном режиме. У них это такое понимание на практике. Это акимонент. Вот это же не осуществительный секс-танк, это слово совсем, это аскетическая молитвенная дисциплина. Вот, она, по этой секс-танке, не относится к вот это. Если, допустим, человек понимает осную дисциплину, по-другому. Или, допустим, применительно к себе он, там, ну, целый ряд по праву делает, это не значит, что он сектант. Это значит, у него, скажем так, может быть, адуховная незрелость, или, допустим, отсутствие полноценной решенности, или, допустим, наоборот, сверхрешенность. Он, допустим, слишком сильно постится. Вот это, но это не значит, что он сектант от того, что он, допустим, слишком сильно постится. У него может быть такой вот дар, там, ну, поститься в слове, допустим, не обязательно только в практике. Причем здесь сектант? Сектант – это, опять же, обвинение, связанное с догматикой, с ересью, которая осуждена святыми отцами, или же, подчеркиваю, есть еще термин «лжеучение». Вот, допустим, мое глубокое убеждение, православных христианин много лет, и мое глубокое убеждение, что вот, когда вот это вот было кабинобесие, да, митрополит Занисий порубает, ввел эту инструкцию, это вот лжиться, там, спиртовать и так далее. Это прямо противоречит церковному преданию. Да, было в греческой церкви во время чумы, там, они там, эту всевозможную дисциплину вот этой дезинфекции использовали. Там они хоронили. Совершенно верно. Было в Астрахани, в самом деле, в 70-е годы, там чума, там было благосостояние, патриарх, как, по-моему, именно, если не ошибаюсь, вот это. Но это было чисто санитарная вещь. А когда сейчас берем лжеучение, лжеучение, спирт, спирт, догмата же нет никакого, да, а вот спиртом лжицу протираете, с моей глубокой точки зрения, это лжеучение. Лжеучение, которое противоречит духу православия. Это не сектанство в чистом виде, а это лжеучение, когда берем, опять же, нарушение соборности, принципа соборности, без обсуждения, именно это правило. Что, пожалуйста, давайте будем, по сути, ну, опять же, в строго благословском смысле, я лично, я же не святой отец, который там епископ, да, вот это. Я лично рассматриваю, как форму богохульства, протирание лжицы. Вот, 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 допустим, было, опять же, я смотрел эти циркуляры из патриархии, благословлять у колодца этой жижей, да, чудесной. Вот, во-первых, это не верия, дух неверия. Во-вторых, это лжеучение, которое противоречит даже не Евангелию, а здравому смыслу. Евангелия тоже противоречит. Испытывайте духу, там, сказано, в слое можно, ну, так далее, другие места есть. Вот это, но это противоречит, это форма, это заблуждение. Давайте дальше прочитаем. Дальше. С 28 по 30 стих. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможит совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Катя, деньги тут наши. А ты, ну, кому-то. А это за этот? За интернет? Да, нам налички дали, да. Сейчас я принесу тоже. Не надо. Толкование. Притчи о башне Господь научает нас, чтобы мы, однажды решившись следовать за Ним, сохранили сие самое намерение и не полагали одного только основания. То есть следовать начали бы, а до конца не последовали, как не имеющие достаточного приготовления и усердия. Таковы были те, о коих евангелисты Иоанн говорит. Многие из учеников его отошли от него. Иоанна 6,66. И всякий человек, решившийся творить добродетель, но не достигший до божественного знания, поскольку начал добродетель несовершенно и неразумно, строит несовершенно, так как не может достигнуть башни высокого знания. Почему и бывает посмешищем смотрящих на него людей и бесов. И иначе. Под основанием можешь разуметь слово учительское. Ибо слово учителя, рассуждающее, например, о воздержании, брошенное на душу ученика, подобное основанию. На этом слове, как на основании, нужно и построение, то есть совершение дел, чтобы башня, то есть добродетель, которую мы вознамерились творить, была окончена у нас. И притом была крепка перед лицем неприятеля. А что слово есть основание, а дело построение, сему довольно научает нас апостол, когда говорит, я положил основание Иисуса Христа, а другой строит. То есть вначале семя Слова Божия попадает через проповедь. Все, положено основание. А дальше учителя церкви, проповедники даже много, они уже... То есть человек должен уже исполнять на деле все это. Он его и научает, как это исполнить. Тут уже все идет. И аскетик, в том числе и все стороны жизни христианства, христианина. Игнатий Тихонович дает комментарий. Там, где нет слова учителя, священника, там просто толпа прихожан. Это всегдашнее состояние России, а особенно перед революцией. Слово Божие не проповедовалось практически нигде, разве только у сектантов, которых православная церковь безжалостно истребляла и притесняла. У народа не было основания истинной веры. И здание «святой» в кавычках Руси строилось на песке. Ну да, раз оно разрушилось, оно и так и построилось на песке. Этого-то уж и не могут отрицать даже самые ярые монархисты и черносотинцы. В один миг рухнул такой колос на глиняных ногах. На поверху казалось, что никакой веры в народе-то и нет, а есть только вожделение сытого желудка. С такой легкостью народ бросился грабить вчерашние монастырии и храмы и убивать священников. Сегодняшнее состояние православной церкви нисколько не лучше, потому что Евангелие не проповедуется. И чтобы убедиться в том, что пастыри не просто наемники, а совершенно чужие люди, не имеющие в себе духа евангельского, любому из них предложите начать трудиться в незнакомом месте, имея в руках только Слово Божию Библию. То есть начать трудиться, как трудились апостолы. Апостолы ходили не в подрясниках с особыми широкими цыганскими рукавами, не в клобуках. Посланники Христа ничем не отличались от тех, кому проповедовали. Их узнавали только по проповеди, только потому, что они были с Иисусом. Деяние 4.13 Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Кому это определение подходит сегодня? Народ может узнавать их, потому что видели батюшку по телевизору, видели в храме, в рясе. Но узнавать, что он был с Иисусом, можно только по проповеди Слова Божия. А этим не занимается ни патриарх, ни синод. А значит, то, что называется православие, стоит не на прочном фундаменте и должно рухнуть окончательно. Под основанием можешь разуметь слово «учительское». Ну, это повторно уже слово Феофилак. И рухнуть оно, по факту, происходило на протяжении этой истории, оно где только не рухнуло. Само то, что всего 200 миллионов, 280 миллионов человек, и из этих 200 миллионов входят вот этих людей, которые просто крещённые в православии. Просто браться с телефона второй, как я в скайпе поставил, ставил беседу со священниками. Можно будет прослушать. Живую. То есть, у 280 миллионов сейчас православных в мире, и это 280 миллионов просто крещённых православия. Это даже не то, что их вообще нету, но скорее всего несколько миллионов, если так взять. Так вот, верующих. Согласно того, что в списке-то, разве кто-то ввел, может, ещё и не ввели даже списки, или вообще не ввели. Ну, примерно так, да, посчитали. По-моему, он сказал, что любящих, миллион любящих, бога единицы, это во времена златоуства. А сейчас как? То есть, миллиард любящих. А я не знаю, как будет звук. Можно ещё такое воспоминание, я не помню, в Луду-Муховну, то ли в Лаф-Лаф-Сайке, то ли в Древней Патеринке. Не помню, где-то там есть такая тема. В Древнее время, ещё должен по-моему, был человек из евреев, который хотел принять крещение. И, соответственно, он обратился к епископу, но опять от еды, ну, такой, ну, социально зрелый человек, уже всё состоявшийся, он попросил то, что сначала он съездит в Рим на три месяца. Если не ошибаюсь, я сейчас не очень хорошо помню, епископ с большим опросением он всё-таки отпустил туда. В течение с три месяца он приезжает к тому же епископу, и епископ спрашивает, у тебя намерение не поменялось принять крещение? Он говорит, нет, у меня намерение не поменялось и усилилось. А уже епископ удивлённо спрашивает, а почему? Он говорит, что если народ, видя, как живут епископы, имеется в виду, ну, подлинное, правильное, это ещё абсурд, Бог с ним. То древнее время, древнее время. Церковь стоит, да, если церковь стоит при таком беспорядке, а церковь стоит, это может быть только чудом. И ведь эти канонические нормы, они же формировались на основе в том числе вот этих вот, ну, вещей, которые были, скажем так, очень спорные, и когда эти вызовы были, да, как поступить в той ситуации, как поступить в этой ситуации, тогда, собственно говоря, и пласт этих канонических норм на протяжении хоп он формировался. Вот. И опять же, и монаш, что тоже, зачем он был протест против того, что у чрезвычников вломилось в арабу церкви, да, ну, соответственно... Человеческий протест добавить. Ну, тут, как бы там ни было, как бы там ни было, протест, такая реакция была. А сейчас, там, не знаю, 280, 280 миллионов. По официальной статистики МВД от двух до четырех процентов в России, в разных регионах, опять же, по областям зависит, уходят на основные благослужебные праздники, там, Рождество, там, пасхальные благослужебные. А многим другим это сплошь и рядом и не нужно. Я сейчас еще расскажу. Я сейчас расскажу из того, что элементарные, базовые вот эти требования к христианскому благочестству и к христианскому пониманию действительности, они нарушены. Поэтому, опять же, тут начинается все с малого. Основные вот три обязанности крестного, да, это научить вере, научить молитву и научить это правильному образу жизни, благочестиве. сплошь и рядом тоже на практике все нарушается. Крепный поиск, только... Давайте, запись послушаем. Простите меня, ради Христа. Начин вопрос первый. С какого благословения, с чего благословение на полноше проводится проповедь? Благословит Господь. В описании. А вот сейчас... Печенника благословения не было. Так, у тебя стоит запрет архиепископа Викентию. Во-первых, во-вторых, если ты православный, ты знаешь, каждый приход имеет каноническую свою территорию, так же, как и епископ. Указ у тебя на руках о запрете твоего ватыки Евсевия. Евсевия. Ой, извиняюсь, Евсевия. Подожди, ты отвечай на вопрос. Было бы много, да. Было. Почему нарушаешь ее? Потому что Христос сказал, идите и был листун. Я ничего не знаю. А он, получается, сам вон был листун, даже когда по запрету. Канонический апостол... Апостол... А? Он, получается, благоставал даже... Ой, то есть проповедовал в церкви даже после запрета? Нет, церкви не проповедовал. То есть даже вне ограды, да? А это они за него уже... Они вообще ему проповедь запретили. Вообще, на улице везде. А есть где-то улице. Это они превысили, он не может так... Ну, он это базовые элементарные вещи же проповедовал, да? То есть базовые... Конечно, он же и в толковании все знает. Ну, он же... Он никакой ерес не говорил. Ну, то есть... И специальные вопросы за него, да? Он просто... Людям раздавал Евангелие везде, проповедовал Христе именно, как они считают, на их канонической территории. Вот в чем обвинение дойдет. Вот, а... Глупость, честно, не ведет. То есть ты должен, например, в автобусе ехать, позвонить, сказать, отец, батюшка такой, отец Сергий, там, благосцитим я тут у вас проповедую. человек встретился с собой. Он не был позоричным. Его образ жизни непосредственно соответствовал тому, что... Конечно, конечно. Так, это правда, что? Я знаю, что это слово Божие надо вести, хотя бы, если даже меня не благословит. Благословение. Если благословение не будет, я не должен молчать. Все равно я должен... Божие, но не ври. Почему сказал, что тебе благословил отец Игорь и отец Андрея, извиняюсь, отец Андрей благословил? Я не говорил, я сказал, приходят, я хожу к приходу... Завтра приедет начальник юбилейного сюда пригласится и посмотрим, кто из них обманывает. Батюшка, я сказал, что... Я не так понял. Нет, подожди, отец Андрей. Директор юбилейного сказал, что пришел Смирнякин, мне звонят с благословения, отец Андрея и отец Дениси в пульсе. Ты благословлял? Подождите, благословлял отец Андрей. Я понимаю, мы можем прийти, я вот не нужно прийти на территорию отца Сергея, я звоню отец Сергею, я знаю, что ты благословил, мне это нужно сделать. Ты, если нужно, мы еще друг другу пока никто не запрещали, правильно? Ну, но вот ты благословлял его идти туда? Ну, А он где-то там на улице, да? Он только сказал, как часто. А почему он сказал, что благословение отца Андрея? Я так не могу. Не надо ссылаться на священника? Он мог, я не думаю, я говорю, как я говорил. Я когда пришел, сказал, что я прохожу приход умиления отца Андрея. Очень часто, подождите, очень часто бывают такие случаи, когда миряне не церковные, все неправильно понимают, и потом выдают это как будто. Поэтому, я вот предполагаю, что Трофимов просто не так понял. Вот интересно, вот они, жалко не было, что есть же слова патриарха, и куча, что все должны везде проповедовать. Братик Человек, вот здесь, вот здесь как раз очень важный момент, когда он сказал, очень часто бывают такие случаи, когда миряне не церковные, неправильно все понимают. Здесь он прав, когда он дает обвинение. То есть, в этой части он обвинение прав, но он ситуацию, ситуацию разворачивает в отрыве от контекста. И к нему-то не относится. Нет, а само утверждение правильное. Само утверждение правильное, конечно. Но к нему это не относится. Он может быть самый грамотный из всех там мирян, Моя такая точка зрения, что вот смотрите, Андрей Смирнягин, я лично ничего не имею против, приходил ко мне. Хорошо, в хорошем ключе мы с тобой побеседовали. Ты пришел не один там, с товарищем пришел. Я с вами беседовал. Выяснилось в процессе беседы, что есть разногласия с учением православной церкви. Так оно? Я вам не дал благословения по этой причине проповедовать у себя на волоношеде. Так оно? То есть, я не дал благословения, да? Теперь получается, ты даже вот, допустим, являешься прихожанином, ты представился прихожанином, то есть, русской православной церкви. У тебя имеется, у тебя имеется, в твоем вероучении имеется ряд расхождений с вероучением православной церкви. То есть, получается, я тебе сказал, что ты не можешь проповедовать у меня на территории. Вот, отец Андрей тебя принимает, пожалуйста, вот, пусть там принимает, но я отцу Андрею в ранской беседе выразил это, что есть ряд расхождений и сектантский уклон. Аллилуйя, аминь, не там... Слово Божие честанты, не было бы там аллилуйя, аминь, не было бы там аллилуйя, это вообще такие сектанты. И относительно ношения оружия, присяги, то есть, получается, вот казачество у нас, православное казачество, получается, они нарушают, с вашей точки зрения, вероучение православной церкви, или как? Православного казачества, вообще верующих почти нет, никогда и не было там. Дмитрий Донской заехал в обитель к отцу Сергию Радонежскому, а отец Сергий дал ему двух иноков, Пересвета и Ослян. И оружие. Да, дал благословение на Куликовскую битву. То есть, Александр Невский, верующий человек, святой, получается, с оружием в руках защищал нашего отчета. Ушаков, святой. Ушаков, адмирал Ушаков. То есть, если даже, то есть, вот, почему ваше вот учение, я не знаю, откуда вы берете эти корни, почему она расходится с вероучением православной церкви? Если расходится, тогда вы не представляетесь своих врагов любить, а врагов отечества должны быть. И вот еще в Евангелии сказано так же, Господь, когда ему спросили, вслед нас ходят, и они там целят и все прочее. Христос, получается, говорит, если они не против вас, то они за вас. Но вот ваше вероучение, оно получается против учения церкви. Ты вроде бы хочешь идти, я расскажу вам, вы говорите, я слушаю. А я все вроде, есть остальные. Сказал, что я желаю, что вы прихожане, церкви. Да? Вы... Стоп. Вы его не поставляете. А вы оставите, вы прошли. Вот, братья, лично для меня как-то, в данном случае, как, немножко, скажем так, человеку, который имеет опыт в церковной церкви, для меня возникает вопрос. Какого-то священника, которое дает ему обвинение. Ну, я, скажем так, это, тоже было читал, чувствуется по консекте. Как он понимает, ваше вероучение. Вероучение. Вот слово вероучение здесь, с моей точки зрения, неуместно. Конечно. ваше понимание, ваше толкование, ваше отношение. В данном случае, как воение. Он говорит слово вероучение. Специально разделяет. Это смещение понятия. Смещение. Минуточку, минуточку, значит, это. Есть отношение к войне, есть понимание вопроса войны, есть разное толкование к вопросам войны. Еще разочек. Но речь-то, он говорит о вероучении. А это совершенно разные моменты. Потому что вероучение, это вероучение, понимание, это понимание, какой он догмат нарушил, какой он догмат нарушил. Он, он связан о своем отношении к вопросу войны. У меня вот сложное отношение к этому вопросу. Но это, опять же, это вопрос понимания, толкования и отношения. А не этого вероучения. Вероучение, это вероучение, что он троицу отрицает, не отрицает, законное священство отрицает, не отрицает. Пускай этот священник, который там в богословке идёт в образовании, пускай он покажет цель на каноническую территорию. Где это требует? Когда так? На официальном. Минуточку, каноническая территория есть для священника и зоны ответственности, и зоны проповеди. Есть понятие царственного священства. У нас батюшка часто на фронте говорит, понятие царственного священства относятся ко всем. Берян имеется в виду. Вот это. Поэтому вот такие вот монеты, мысли возникли. Прошу прощения, я сейчас взял под видео. Она вам может, в принципе, прослушать, а потом это... Да. тем самым... Ну вот ты объясни, тебе вот претензии от всех отцов. Ну сегодня ты на волунаш. Если ты являешься прихорщанием отца Андрея, неужели в городе, в ведомстве отца Андрея не хватает тебе мест, где можно проповедовать? Мы идём в общественное место, где собираются люди со священника. Общественное место? Это моё общественное место. Дайте мне сказать. Говори, пожалуйста. Я собираюсь, где собирается народ. Мы приходим и там собираются все области люди. Мы с этими людьми беседуем только о том, что надо любить Слово Божие, надо жить по Евангелии, надо жить по заповедям, которые Господь нам оставит. Послушайте дальше. Подождите, Андрей, Андрей, а мы что, не проповедуем? У меня каждый... Вот сегодня у меня женщина там сидит. Идите проповедуйте, я же вам запрещаю не думал. А зачем нам пересекаться? А почему я никого не пересёк? Я никому дорогу не перешёл. Я пришёл сам несу Слово Божие. Почему кто меня запретил? Нет, а почему ты ищи Слово Божие, но не вставляя православную церковь? Нет, нет, нет. Я не ходю в православную церковь, ни в чём. Ты носишь раскол, ты нарушаешь законы, правила в церкви. Батюшка, ты носишь раскол. Слушайте меня. Я приходи... Ты идёшь проповедовать, иди как частное лицо. Я иду как частное лицо. Не выступай от благословения от Сандрии и не говори, что я являюсь прихожанином. Мы выступаем в рамке уставов, иначе мы нарушаем сами законы. Нас за это всех могут наказать. Смотрите. Пастыря слушают. А если они пастыря не слушают, они не являются прихожанином. Да, это наша ощущение. Мы не будем являться прихожанином. Но мы ходим к отцу Андрея. Почему? Одна причина. Потому что у отца Андрея приход, я поповал у всех. У вас, отцы, у вас. У отца Андрея, порядок, хоть на службе присутствует, порядки, хоть более-менее. У вас, я честно заявляю, у вас, у вас там бардак. Во время службы. Вы не хотите навести бардак. Этот порядок. Потому что движение во всем храме, во всем храме, во время службы и свечки стоят, а люди должны в это время молиться. Вы не объясняете правильно, как это надо. Почему? Это спросить надо с вас, потому что вы не учите народа. Подождите. Подождите, я сейчас прошу вам скажу. Потом дальше, когда я хожу и собирается этот народ, я спрашиваю, вот, дорогие, вот передо мной кто сидит, я говорю, поднимите, пожалуйста, кто из вас православный? Лес в рук поднимается. Я говорю, хорошо, очень приятно, что все видно, что много православных. Скажите теперь, пожалуйста, кто как входит в храм Божий, потому что вы обещали Богу служить правдой. А они говорят, ой, знаете, мне некогда, нам у нас такие дела, у нас такие... Я говорю, знаете, братья и сестры, а это далеко неправильно. А надо как любить Бога? В этом проявляется любовь, когда посещаешь храм каждое воскресенье. Ну, подождите, батюшка. Я сразу еще говорю, вы почему это так оставляете? Я, наоборот, призываю в церковь людей. Так что я против вас ничего плохого. Андрей, в церковь святые, возьми себе одно праведное. Он шел, как ты говоришь, с любовью. А мы с войной что ли идем? Подожди, а ты идешь, навязывая. Человеку... Не, не знаю, почему только читали. Не, навязывая веру, не забывай. 90 лет шло гонение и говорили Бога нет. То поколение родилось в язычестве, в атеизме. Протопопово писал, если ты это не читал, он говорил, что Магомед говорил, не подклоняющий главы нашей вере, подобает мечем подклонятием. Мой же Христос не велел. Он говорил, что если веру имет и крестится, спасен будет. Если вера не имеет, осужден будет. Понимаешь? То есть, почему раскол произошел 1666 года? Потому что произошло именно навязчивое внедрение новых законов. Понимаешь? И мы никого не навязываем и никого не заставляем. Мы же этого вопросим. Мы это никого не заставляем. Понимаете? Мы же просим, что почему вы не исполняете то, что вы пообщали при крещении? Ну, никого мы не взяли за шиворот и не принесли. Я говорю, что, вот это, как бы сказать, твои личные претензии. Понимаешь? А тут претензии, которые ты не можешь. Участи не можешь. Ну, вот и есть отъезжение. Участи не можешь. А твои личные претензии. Хорошо, что ли? Нет, пожалуйста. Они не имеют макетанзии. Отец, ты поддерживаешь его? Нет. Я этих... Нет, ты поддерживаешь его. Я считаю, что ты неправильно делаешь. У тебя на приходе, да, действительно, я тебе прямым текстом скажу, что сектант завелся. Понимаешь? Ну, давай. Что ты видишь в нем сектантского? Что я вижу в нем сектантского? То, что он учит не по учению православной церкви. Отрицание дачи присяги. Отрицаем. Отрицаем. По поводу пишу. Отрицаем описание. Не клянитесь вовсе. Отрицание присяги. Дачи присяги. Воинской присяги. Так. Дальше. Если ты слабый аргумент, то я бы, ну, ты радовался должен, когда ты такое тебя предъявляю. Отрицание присяга присяга. Всяга любая, любая всякая. Напиши, напиши. Напиши, напиши. Нет, ты напиши о тебе. Я не знаю, что я не напишу. В том числе священническое указание. В словах, я бы сказал, что убийство, то это, ну, это ноутбук, приказ, епископ. Не ношение оружия, а использование убийства. Вот так вот. Убийство. Я против убийства. Ладно. Куликовская битва. Да мне хоть Куликовская, хоть какое побоище будет. Это бесполезно. Если Куликовская битва, я сам отец. Если вопрос дальше будет так продолжаться, тогда мы будем вынуждены написать, дисциплинарную комиссию, пусть рассматривают его на уровне епархии. Пускай так. Отец Денисий, вы писание мне хоть одно, приведите Христа пример. Кого он побил, кого он избил, кого убил, а висел на кресте, когда был распятый. И приведите, не путать, а вот путать Тунисия. А он приливал, оружие в руках, спаси, и все. Но когда остается вопрос о защите, тогда, извини меня, зачем в 41-45-е наши прадеды, деды, вернее, не защищали родину, сдались вы фашистам, и убивайте нас. Мы по закону Христова, мы не имеем права поднимать руку на защиту родины. Терроризм, пожалуйста, тебе. То есть с оружием как защищать от террористов. Нашли же тогда, даже с подправим, на пирамиде, вчера фильм смотрели, да? 185 тысячи погибил. Царь, зови, сколько крови пролил? Все? Нет, сейчас, я тебе говорю, царь, зови, сколько крови пролил? Много. Ну? Панечка, можно я отбить? Но он же святой, Господь его принял, на защиту родину он поднял, да он свою кровь, своего народа проливал, отменял. Панечка, дайте ответить, что вы говорите, не вставляйте даже слово мне. Смотрите, смотрите по убийству. Вот смотрите, хорошо, Ветхий Завет нам показан, Господь нам показал, отставил нам Ветхий Завет. Для чего? Потому что смотрите, сколько было там убийств, да, это необходимо было, да. Но сейчас совсем другая картина. У нас Родина не здесь с вами, отцы, не здесь, на небе. Мы здесь пришельцы и странники, мы пришли тут приготовить свою душу к вечности, пожалуйста. И вот эта вечность, чтобы мы были с Богом, и мы должны любить врагов и поступать за Христос. Как ты будешь... А если он будет отшибать мне кошку вот этим-то топором или чем-то, я не знаю, это на всю волю Божья, потому что он это допустил, а если... Я буду молиться за этого, который будет моего ребенка завтра убивать. Но я свою могу защитить и жизнь подставить свою, отец Николай, а свою жизнь, то есть меня, вот сейчас вот у меня ребенка стоят. Вот такое описание. Пускай убивают. А вас не убьют? Ты служил в армии? Служил два года. А вас завтра, Игорь, отец не убьет? Ты считаешь вообще себя защитником отечества или нет? Да, вот если завтра придет враг, вот завтра придет враг, я взял, возьму открытую Библию и смело, если духа хватит, казачество, значит, дайте мне сказать, отец Игорь, почему перебиваюсь? Я возьму свою Библию, раскрытую, и пойду и буду говорить, сколько мне силы хватит, сколько духу, благодати Господа хватит. Я буду говорить, люди, покайтесь, веруйте в Евангелие, жите по заповедям, которые он нам оставил. Любите. Артистратив Божий Михаил, как ты считаешь? Тоже грех совершен? Так он убивает нас и покажет мечом, потому что мы не поступаем по заповедям. Артистратив Божий Михаил остался во главе воинства небесного, если бы, допустим, демоны дальше бы, произошло война на небе, ты считаешь, ссылаешься на священное писание, Артистратив Божий Михаил остался на стороне Бога, силы защищал. И Господь говорит, не придумайте, что пришел мир принести, но меч пришел разделение. Да какой меч-то? Меч-то вот духовный, меч разделяет нас в духовном плане, что мы один верующий и другой неверующий. Вот я не разъясняю, что мы только раз проведем в духовном плане, два меча, и говорить достаточное. Вот этого ролика, вот этого достаточно, для чтобы священник хуже вернуть, и сыр. Они полностью сами спяржены. Замести епископа, спяржены, вот зашурены священники. Если ты считаешь себя прихожанином отца Андрея, ты должен его слушаться. Как прихожанин его, и вообще, если ты считаешь себя учеником церкви христовой, православной, ты должен пастыря своего слушаться. Понимаешь, а если отца делает то, что ей вздумается, понимаешь, и пастырь не в силе совладают с ним. Значит, это может быть не овца, а волк в овечьей шкуре. Пусть он с тобой занимается и и свои границы. Держите. Один, Игорь, я завтра могу к отцу Николая прийти на службу. Он меня в угодной тебе будет. Хожанин ты можешь, тебя никто не возражает. Ну я просто к отцу Андрею, потому что я вижу этот порядок. Я честно вам с вами. Да ладно, может быть, у нас есть какие-то подвечности, но это не дает тебе права. Преподавать. Допустим, он может тебе дать преподавать основу православной культуры, в воскресной школе может дать тебе благословение преподавать. Понимаешь, он дает тебе это дозвение. Вот, пожалуйста, преподавай. Если будет, кто-то пожалуется, что есть заблуждения какие-то, распражения, а там, вот это говорят, вот это в его церкви, то тогда... А вот, я понимаю. Я, 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 если я тебя смотрю, даю, то я не могу. Уже здесь они. А здесь? Уже здесь. Приехали. Сейчас. Законите снимать, еще раз сидите-то. Стряжь что-то его, снимите быстрее. Николаевич, да просто тут... Уже снимают. Да иди ты.